МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все участники нашего форума – это представители казачьих сообществ, ученики казачьих классов. И они собрались здесь, чтобы еще больше узнать о культуре казаков, о жизни и научиться жить, спать, готовить в полевых условиях. Это такая своеобразная школа жизни. Всего на форуме 22 казачьих отряда, и каждый отряд – это маленькое казачье общество, во главе которого стоит выбранный атаман. В период смены для казачьей молодежи подготовлена насыщенная развлекательная и образовательная программа. Это встречи, интерактивные площадки, выставки, семинары, казачьи игры, мастер-классы и спортивные состязания. Ведь только казаки могут, общаясь с молодежью, рассказать об истории, традициях и обычаях кубанского казачества. Мне здесь все очень интересно, здесь очень насыщенная программа, здесь все сделано для молодежи. Много разных мероприятий, которые нашему молодому поколению очень интересны. Все интересные лекции, которые посвящены именно для нас, они приносят что-то именно новое. Вот, например, нам вчера рассказывали на колюзее про виды рукопашных боев, про шашку, про самооборону. Мне очень это понравилось, потому как я же сама занимаюсь в патриотическом клубе «Русси», и те знания, которые я здесь получаю, они мне очень пригодятся в будущем. Обучение участников самой масштабной молодежной площадки края направлено на работу в команде, выявление лидерских качеств и развитие казачьего движения на Кубани. На форуме участники расширяют свои знания по культуре, традициям, истории кубанского казачества, а также получают массу позитивных впечатлений. Нравится уютная атмосфера, и вообще люблю такие вот, как сказать, походы, люблю палатки, на костре готовить. По мне это очень классно. Как мне кажется, чтобы открыть в себе те качества, которые ты не можешь открыть в своей, как сказать, атмосфере дома, там, где вот магазин именно, где ты готовишь на плитах, где у тебя кондиционеры, от этого можно легко отвыгнуть, как бы, и нужно научиться проживать в такой вот атмосфере, где на костре нужно жить в палатках, это очень здорово. Те, кто еще этого, как бы, через это не прошел, вот, сожалею, это очень классно, и советую, это очень здорово. На четвертый день профильной смены ребята встречали почетного гостя, атамана кубанского казачьего войска Николая Далуда. Я рад вас всех видеть, и, конечно, этот формат, он удивительный формат, потому что здесь нету рамок аудитории, нету рамок класса, нету рамок школы. Вот здесь, в лесу, можно абсолютно в непринужденной обстановке поговорить о всех наших проблемах, делах, наших направлениях развития, именно казачества кубанского, кубанского казачьего войска. И я уверен, что здесь, как раз вместе со мной, сегодня, на этой площадке присутствуют те, кому не безразлично, какая Кубань будет завтра, какая страна будет завтра. Сегодня представители кубанского казачества достойно продолжают славные традиции своих предков и принимают активное участие в общественной жизни. Немалую роль в этом играет преемственность поколений, традиционно развитой на Кубани, которая в том числе становится возможной благодаря подобным форумам. Платформа Союза казачьей молодежи, вот то молодежное казачье движение, в котором вы сейчас состоите, мы хотим, чтобы вы использовали вот свой потенциал лидеров, лидеров, возможность реализовать себя вот здесь, на таких форумах, в школах, на каких-то мероприятиях школьных или классных, или там станичных, или художских, или районных. Вот это очень важно. Напомним, что молодежный форум «Регион-93» проходит у нас в районе на Крымской поляне с 2005 года. За годы существования форума его участниками стали десятки тысяч молодых людей. Добровольцы, молодые, новаторы и предприниматели, творческий актив «Края», школьники, студенты и спортсмены. Образовательную программу форума проводят эксперты разных сфер деятельности, а постоянные гости – руководство региона и главы муниципалитетов «Края». 19 июля в стенах районной администрации состоялась сессия Совета муниципального образования «Северский район». Депутаты вновь собрались для обсуждения текущих проблем и поисков их решений. Перед началом работы председатель Совета Василий Папандополу вручил заслуженные награды. Благодарственным письмом контрольно-счетной палаты Краснодарского края была награждена аудитор контрольно-счетной палаты администрации «Северского района» Светлана Лузгина, которая по итогам прошедшего конкурса вошла в пятерку лучших в регионе. Помимо текущих задач на Совете обсуждались вопросы имущественных отношений, поправки муниципальным бюджетом, списание недвижимого имущества и передача полномочий на утилизацию коммунальных отходов администрации поселка Афибский. Также на Совете поднимался вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям, проживающим на территории района. Немало внимания собравшиеся уделили подведению итогов конкурса по организации сельских усадеб в малых населенных пунктах на территории муниципалитета. По итогам прошедшей сессии все вопросы были рассмотрены. Работа депутатского корпуса продолжится в штатном режиме. Искусство не знает границ и рамок. Для художника нет универсального материала. Иногда даже простая пластиковая бутылка может стать произведением искусства. Татьяна Найда из Таницы Северской дает второе рождение полиэтиленовой таре, делая из нее яркие скульптуры. Сказочные персонажи и животные поселились в ее доме и дворе. Началось все с интернета. Я увидела вот такую елочку. Это было в канун Нового года. Мне она понравилась. Я ее сделала, наверное, штук 4-5. И подарила друзьям своим, знакомым. Может показаться, что конструирование не требует финансовых вложений. Ведь пластиковые бутылки можно встретить повсюду. Но зачастую для фигурки требуется определенный материал по цвету и плотности. Вот, например, эти аисты сделаны из кефирных бутылок. Пришлось покупать несколько литров этого молочного напитка. А все из-за того, что белая заводская краска дольше сохраняет свои свойства и не так высветает на солнце. К тому же, помимо пластика, Татьяна использует и другие материалы. Бывает, что с одной бутылки уходит на работу только донышко. Это пять перышек. Остальное выбрасывается. А бывает, что бутылка используется и верхушка, и задняя часть, ну, нижняя часть. Тогда это как экономно. Но в основном используется донышко. Вот каждая перышка, вот пять перышек, это одна бутылка. И вот и посчитайте, сколько вот здесь бутылок. Все это вырезается ножницами, руками, прикручивается шурупами. О работах Татьяны знают все соседи, да и прохожие тоже интересуются. Мастерица не скрывает свои изделия и всегда рада показать их всем желающим, а также поделиться секретом их создания. Мечтали о костюме железного человека. Теперь это можно воплотить и в жизнь. Изобретение британского предпринимателя Ричарда Браунинга начали продавать в лондонском универмаге Selfridges. Ну а сам изобретатель решил ещё раз продемонстрировать реактивный летательный костюм. Над его созданием он начал работать в 2016-м. Спустя год показал своё творение в действии в Канаде, а потом в Берлине. Костюм сделан из 3D-печатных деталей и оснащён шестью реактивными двигателями. На каждой руке и на спине по два двигателя. Они работают на реактивном топливе, но можно использовать и дизельное топливо. Будет немного выхлопных газов, но на дизеле они работают тоже отлично. Также есть несколько батарей, которые запускают двигатели. В реактивном костюме можно подниматься на 3500 метров и развивать скорость до 50 км в час. Он также оборудован подушками безопасности. Костюм потребляет 4 литра топлива в минуту. Этого хватает на 3-4 минуты полёта. В холодный день сила тяги двигателя больше, тогда можно летать 9 минут. Мы думаем, как увеличить время. Но такие сложности неизбежны, когда летаешь без крыльев. Реактивные костюмы продаются под заказ. Цены начинаются от 380 тысяч евро. Всех покупателей обучат пользоваться изобретением. Британец говорит, летать совсем не страшно. «Это забавный процесс, но, конечно, в том случае, если находишься в безопасности и всё контролируешь. Тогда можно расслабиться, потому что, знаешь, ничего не случится». На создание костюма ушло более 100 тысяч евро. А вот потраченные усилия и время Браунинг оценивает более чем в миллион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова